МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завещание – это тот документ, в котором указано, кому бы человек хотел оставить квартиру, дачу, машину, доходимую куртку. У нас не принято составлять завещание, а зря важно позаботиться, чтобы наследство получили достойные люди. Для этого нужно правильно составить документ. Тонкостей хватает, но разобраться несложно. Сегодня в этой студии нотариус города Новокуйбышевск Лариса Валерьевна Романова. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы традиционно работаем в прямом эфире. 202-11-22 именно по этим телефонам в студии. Вы, уважаемые телезрители, в течение 30 минут нашей программы можете дозваниваться и задавать свои вопросы. Тема сегодня – завещание, но тем не менее вы можете позвонить и задать вопросы о брачном договоре, о наследстве, доверенности. Пожалуйста, все темы для вас открыты. Поэтому 202-11-22 ждем вопросов ваших. Вот из-за споров о наследстве ссорятся родственники. И не секрет, пускай вот так вот, я прямо скажу, но это так, и даже совершаются преступления. Как сделать все правильно, чтобы сохранить отношения и все-таки получить имущество? Да, Елена, совершенно верно. На сегодняшний момент распорядиться имуществом именно на случай смерти можно путем составления завещания. В 2018 году у нас появилась новая форма завещания, как совместное завещание супругов, в котором они могут определить как совместное имущество, так и имущество, принадлежащее каждому из них. Иногда задают много вопросов, можно ли совершить завещание по доверенности. Нет, нельзя. Завещание на то оно и завещание – это личная воля наследодателя на случай смерти. Поэтому через представителя составить завещание невозможно. Только личным присутствием. Личным присутствием у нотариуса. У нотариуса, да. Личным присутствием у нотариуса. Зачастую бывает так, что человек в силу каких-то физических возможностей не может поставить свою роспись на данном документе. Не надо пугаться. И на этот случай законодателям предусмотрен такой порядок, как рукоприкладчик. Приглашается третье лицо, которое будет, грубо говоря, рукой наследодателя. Доверенное лицо. Это же не может быть посторонний человек. Может быть и посторонний человек, да. Почему нет соседка? Бывают же и лежачие люди, которые не могут самостоятельно прийти в нотариальную контору. Нотариус к ним выезжает на дом для составления данного документа. Ну, то есть опять должен присутствовать нотариус? Обязательно, обязательно. И в присутствии нотариуса третий человек, так называемый рукоприкладчик, ставит свою роспись на данном документе, на котором также делается оговорка, в силу каких причин не смог сам завещатель поставить свою подпись на завещание. Таким образом и рукоприкладчик, и сам завещатель предупреждается о тайне завещания. Ведь это единственный документ, который у нас действует на случай смерти и порождает права и обязанности именно после смерти. Ну вот я также еще просто мысли пришла, сразу хочу ее озвучить. Было то и то же мнение, что люди составляют завещание дома, написал, свою волю изложил на бумаге, завернул в конверт, убрал. Все, я завещание составил, и оно якобы действует. Вот развейте, пожалуйста, этот миф. Это не документ, это не завещание. Это действительно миф, и это не завещание. Действительно существует форма завещания, когда оно может быть составлено в чрезвычайных условиях. Допустим, человек находится в плавании, в кораблекрушении, или человек находится в дальней экспедиции, и случается какая-то нештатная ситуация, когда человек не может попасть к нотариусу, ну и чувствует, что условия, в которых он находится, сопряжены опасно для жизни. Поэтому единственное такое исключение, где человек действительно сам пишет без присутствия нотариуса, это чрезвычайные условия. Там тоже своя специфика оформления, и дальнейшее подтверждение, что этот документ действительно является завещанием. Требуется судебное разбирательство. Спасибо большое. А у нас есть звонок, и я приветствую вас. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Мы слушаем ваш вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос у меня довольно сложный. Пожалуйста. Два года назад умирает родственница, оставляет завещание на двух своих сыновей. Одному, которому 53 года, а другому 60. И вот старший брат, не вступив еще, они завели наследственное дело, и тут его парализовало. И вот проходит два года, этот старший брат, который, в общем, квартиру, они не могут опорить, потому что у него правая рука парализована, а речи нет. И как в этом случае квартиру надо бы разделить и продать? Вот вы сказали, вот это новое выражение. Рукоприкладчик. Рукоприкладчик, да. Рукой, да, да. Вот это вот. Для нас это вот что-то новое. Вот как в таком случае можно разделить эту квартиру? Вот два наследника, два сына. Спасибо большое. Вопрос понятен? Да, вопрос понятен. Я думаю, в случае телезрительницы вопрос как раз стоит не о физическом недуге. Я думаю, что здесь, скорее всего, необходимо оформить доверенность, раз человек не может сам... Давайте мы подробнее даем. Да, раз человек сам не может обратиться в нотариальную контору в силу физических своих возможностей, он должен доверить кому-то, совершать определенные действия в том числе по оформлению наследства. Каким образом, если он не говорит? Боюсь, если нотариус не может установить волю человека, да, что завещание, что доверенность, все эти документы удостоверяются только при наличии полной дееспособности человека. То есть мы должны установить. Человек разговаривает, беседует, что он нам может сказать, кому что он доверяет. В данном случае, если человек совсем не разговаривает, я думаю, что здесь необходимо устанавливать инвалидность. Есть ли там основания для признания его недееспособным? То есть это тоже судебный порядок. Хорошо. А вот сейчас, если, допустим, вот данная телезрительница, которая к нам дозвонилась, они вызовут нотариуса на дом, нотариус придет поговорить с этим человеком и скажет, вы разрешаете продать свою долю? Если он понимает и кивнет, к примеру, скажет, да, это будет основанием для оформления доверенности? Я боюсь, что... Я просто хочу, чтобы вы сейчас помогли реально и сказали. Это такая индивидуальная, понимаете, особенность, однозначно, индивидуальная особенность таких людей. И нотариус не врач, он же не может установить специфику, что задето у человека с мозговой деятельностью и тому подобное. Боюсь, одним кивком иногда нельзя обойтись. Человек... Если бы человек мог писать хотя бы, да, он на бумаге в присутствии нотариуса может изложить свое желание, свою волю... Ну, то есть, сказали, правая рука парализованная, если левая, он сможет написать, я доверяю... Это все очень индивидуально. Я думаю, что надо в данном случае, в любом случае пригласить нотариуса на дом, чтобы нотариус смог установить, является ли лицо дееспособным и отдает отчет в своем действии. Если нотариус установит, что действительно как-то можно установить выявление воли и тому подобное, не беда, что человек не может сам расписаться. Это как раз не беда. Приглашается третье лицо, рукоприкладчик, как я уже сказала, который может расписаться в этой доверенности за это лицо. Самое главное, чтобы доверитель смог изложить свои мысли и волю. Свою волю и желание. Ну а дальше, когда уже будет составлена доверенность, можно уже... Уже доверитель оформит эти наследственные права и потом дальнейшую продажу совершить. Если вдруг не упущен срок принятия наследства, да, шестимесячный? Ну, со слов телезрительницы, я так поняла, что дело ведется и открыто, значит, человек уже обратился, да, и подал заявление о своем желании принять наследство. Спасибо большое. Я думаю, что наш ответ вам понятен, вернее, ответ нотариуса вам понятен. Если остались вопросы, дозванивайтесь. И вы, уважаемые телезрители, кто сейчас является участником нашей дискуссии, дозванивайтесь, пожалуйста, 202-11-22. Лариса Валерьевна Романова, нотариус города Новокуйбышевск, сегодня отвечает на ваши вопросы. Говорим мы сегодня о наследстве. Ну и, конечно, принимаем вопросы ваши. Дозванивайтесь. Ну, наследование по завещанию и по закону. Расскажите, пожалуйста, в чем разница? Первоочередно мы рассматриваем наследование по завещанию. В случае отсутствия завещания у нас наступает наследование по закону. Наследование по закону на сегодняшний момент в Российской Федерации это 8 очередей наследования. По законодательству последующая очередь не может наследовать, пока есть предыдущая. Например, наследники первой очереди у нас дети, супруги, родители. Почему-то зачастую наследники думают, что супруги выше всех или дети выше всех. Нет, это у нас наследники первой очереди. А почему три категории в первой очереди? Одна категория и три. Так, законодатель определил, что родитель, это, понятно, родитель, почему он не может наследовать, допустим, после смерти своего дитя, которому же и родитель что-то дал правильно в своей жизни. Понятно, супруга вместе проживали, строили семью. Родственники, опять же. Да, самые близкие, можно сказать. Ну и, соответственно, дети наследодатели, которые не могут быть ущемлены после смерти своих родителей. Поэтому, если у нас есть сёстры, братья, допустим, наследники второй очереди, они никак не могут перешагнуть наследников в первой очереди и вступить в наследство, если есть у нас категория такая супруги, родители или дети. Поэтому наследование по закону осуществляется строго очерёдно. А наследование по завещанию у нас на то есть и воля завещателя, что без всяких очередей это наследование по завещанию в соответствии с волей завещателя. А можно ли какие-то условия в завещании обозначить? И вы сказали о том, что супруги имеют право. А все ли супруги? Я имею в виду возрастной ценз здесь какую роль играет? Возрастной ценз при составлении завещания имеет важную роль, так как только определенная категория граждан, так скажем, может влиять на волю завещателя. То есть свобода завещания у нас ограничивается определенной категорией граждан. Это в первую очередь наследники первой очереди, супруги и дети, родители, если на день смерти завещателя они, допустим, были нетрудоспособными. Нетрудоспособными у нас считается на территории Российской Федерации в том числе достижение пенсионного возраста. На сегодняшний момент люди предпенсионного возраста, так называемые, мужчины 60 лет и женщины 55 лет будут наследовать, если они относятся к такой категории граждан, независимо от написания завещания. То есть законодатель предусмотрел более ущемленные категории граждан, нетрудоспособные, допустим. Неважно, могут они трудиться или не могут. Если они достигли определенного возраста, то они считаются уже по общему правилу нетрудоспособными в качестве наследования. Ну и, наверное, не только еще возраст, следует сказать еще, наверное, о каких-то ограничениях по здоровью. Это инвалидность, да? Но еще и люди, есть такая категория иждивенцы. Допустим, вот не работаю, не хочу, это не значит, что ты нетрудоспособный там или ограничения по здоровью. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Если ты не менее года находился на иждивении у наследодателя, ты также можешь повлиять на волю завещателя в итоге. Но это не так просто доказать. Прийти и сказать, я иждивенец, я жил не менее года, находился на иждивении у наследодателя, так нельзя. В таком случае вы действительно в судебном порядке должны подтвердить, даже если вы не вместе проживали, вы год находились на иждивении, в судебном порядке вы должны подтвердить, что действительно, проживая даже в другой квартире, вы находились на иждивении у наследодателя. И по определенной категории вы попадаете под наследование. А какая доля вот здесь в данном случае? На сегодняшний момент у нас с 93-го года, как введена третья часть гражданского кодекса, эта доля составляет не менее одной-второй доли от той доли, которую вы могли бы получить не будь завещания. Допустим, если супруга завещала своему сыну квартиру, которая была приобретена ею по наследству или еще по каким-то безвозмездному основанию, но на момент смерти у нее есть супруг, который, естественно, достиг пенсионного возраста и уже там глубоко. Вот в данном случае, если мы рассматриваем наличие сына, наличие супруга, два наследника по закону. Вот супруг имеет право на одну четвертую долю. Грубо говоря, это половина от той доли, которую бы он мог иметь не будь завещания. На сегодняшний момент эта доля такова. Раньше долька была две трети доли, что побольше законодатель решил, что одной второй достаточно, чтобы как-то остаться на плаву. И таким образом, в сегодняшний момент размер доли это одна вторая доля, обязательная доля так называемая. Так и получил бы он, как HD-венец? Одну четвертую дольку. Одну четвертую долю. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители. 202-11-22. Телефон вы сейчас видите на экранах. Дозванивайтесь к нам. Наследство, завещание, брачный договор, соглашение об элементах. Ну, в общем, все те вопросы и многие еще другие. Если бы вы попали на консультацию к нотариусу и задали бы, то вот сегодня Лариса Валерьевна отвечает на вопросы ваши, поэтому дозванивайтесь. Время у нас еще в программе есть. Ну, а мы продолжаем заявленную тему. Скажите, пожалуйста, вот могут ли родственники, проживающие в квартире завещателя, претендовать на наследство? Не всегда это так. Все зависит от того, какое основание у нас, допустим, наследование. Если имеется завещание, то проживаешь ты в квартире с наследателем в одной квартире. Не проживаешь ты с наследателем в одной квартире, ты будешь наследовать по завещанию. Или не будешь, да, если тебя, допустим, не указали в завещании. Если же вы, не имеется завещание, и вы являетесь наследником призывающей очереди, допустим, наследник первой очереди, да, проживали мы с женой вместе, не надо думать, что не стоит обращаться к нотариусу за оформлением наследственных прав. Иногда люди действительно так думают, что мы вместе проживали, мы муж с женой, вот меня не станет, там разберутся дети. Ко мне как-то автоматом это перейдет. Нет, автоматом ничего не переходит. Для оформления наследственных прав, именно ваших, надо обратиться к нотариусу, потому что в результате может получиться, что дети обратились к нотариусу о принятии наследства, а супруга, допустим, не обратилась. И куда денется ее доля в этом случае? Ну, там много нюансов. И действительно, если супруга, действительно супруга, которая состоит в браке, зарегистрированными органами ЗАГСа, просто иногда люди думают, что если мы 40 лет живем вместе душа в душу и никак не регистрируем свои отношения, это неверно. Вы на день смерти так и остаетесь сожительницей, как бы это грубо ни звучало. Поэтому если вместе, допустим, супруги были прописаны, и супруга продолжает после смерти супруга проживать и быть зарегистрированы, у нас приоритет отдается фактическому принятию. То есть, грубо говоря, если действительно вы супруга и состояли в зарегистрированных отношениях, продолжаете проживать и быть зарегистрированным в этом имуществе, то есть вы уже им управляете. Вы относитесь к имуществу как к своему. Поэтому фактическое принятие по законодательству то у нас здесь в данном случае действительно будет работать. Но не хотите ли вы сказать, что не нужно идти и писать заявление? Заявление это как раз нужно. Я думаю, что в любом случае в течение шести месяцев надо обратиться к нотариусу, хотя бы получить консультацию, чтобы в дальнейшем не было проблем при оформлении последующих очередей наследования, даже после смерти этой супруги, последней, кто проживал. Бывают же такие ситуации, что разные браки, разные дети. И у вашего супруга могут быть наследники от первого брака, допустим, дети. И они могут обратиться в нотариальную контору, также произвести раздел наследственного имущества, принадлежащего вашему супругу. Поэтому не надо думать, что все само произойдет, все само как-то случится. Лучше прийти даже на консультацию и узнать, чтобы не было в дальнейшем проблем. Ну и чтобы не было в дальнейшем проблем, все-таки нужно еще прийти к нотариусу при жизни и все-таки составить завещание, потому что изменять его можно, кстати, какое количество раз? Неопределенное количество раз. Будет действовать последнее завещание, оставленное на день смерти. Притом отмену или изменять завещание можно без указания. Не можно, а нужно без указания причин. Продолжим. Да, примем звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, я бы хотела задать вопрос. Вот у меня есть три крови. Так, дальше. А мой муж умер. Вот у нее еще есть дочь. Кто у меня с вас любит после резискорции? Понятен вопрос. Понятен вопрос. Отвечу так на него. Если у вас есть дети, то они, внуки, бабушки, могут наследовать в порядке представления. Как это? То есть дети умершего представляют его вместо... Ну, отца. Да, вместо отца. У нас внуки, кстати, мы тоже должны об этом отметить, относятся к наследникам в первую очередь, но они наследуют в порядке представления лишь в том случае, если их родитель, будучи ребенком, как в данном случае, допустим, да, своей мамы или папы, будут, если он ранее умер. Только в одном случае у нас внуки наследуют в порядке представления. Не важно, сколько им лет. Вот давайте мы сейчас... Не важно. Селезрительница не сказала, да, сколько лет детям. Если случится... Она не сказала вообще, есть ли дети. Да, есть ли, да. Ну, давайте представим, что да. Если печальное событие свершилось, как будет делиться наследство, и что делать снохе? Нужно ли подавать, быть представителем детей, подавать, что делать, расскажите. Ну, телезритель не пояснила про себя она или про кого спрашивала, да. К сожалению, сноха в данном случае не будет наследовать после смерти свекрови. Если есть дети... Если свекровь не оставила завещание и не упомянула ее там. Если нет завещания, сноха не будет наследовать в порядке закона. Она, к сожалению, не является наследницей по закону. А вот если у них есть дети, и эти дети являются детьми ее мужа, то они могут наследовать в порядке представления, как бы представляя своего отца после смерти свекрови в данном случае. Если дети несовершеннолетние, от их лица будет действовать же, соответственно, мать, сноха здесь в данном случае. Я вот это вот явила в виду. Независимо от возраста. Независимо от возраста. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Мы вас очень внимательно слушаем, приветствуем. Задавайте вопрос. Это мне? Да, здравствуйте. 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 Мы живем вдвоем с мужем. Мы уже очень пожилые. Детей у нас нет. У нас кооперативная квартира. И квартира сделана, оформлена на меня. Мы зарегистрированы. У нас только дальние родственники. И вот в случае моей смерти я должна... Он прописан. Я должна... Живем мы 50 с лишним лет. Я должна делать завещание на него? Нет, не обязательно. Нет, абсолютно не обязательно. Если, как мы уже отметили, не имеется завещание, значит, наследование по закону. Ваш супруг является наследником первой очереди. И если вы никому больше не хотите, знакомым или кто там вам помогает, оставить какое-то имущество, то совершенно не обязательно. Ваш супруг будет наследником первой очереди по закону. Первым и единственным, так получается? Получается, в данном случае, единственным. Спасибо большое. А у нас еще есть время в нашей программе. И мы ждем вопросов ваших, уважаемых телезрителей. 202-11-22. Ну и также я хочу проанностировать телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области. Вы можете при необходимости обратиться еще к сайту. Там, конечно же, есть еще телефоны консультантов. В рабочее время в течение недели они обязательно ответят на ваши вопросы и вас проконсультируют. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, и этой возможностью. А у нас есть еще один звонок. Мы слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. У нас такая ситуация. Значит, обнаружили через перегазованные книжки моих родителей. Так. Но нас осталось только двое детей в живых. Угу. Как вот? А хотя еще трое умерло. Было пять человек детей. Так. Кто наследники? Как это? Куда обратиться? Спасибо большое. Спасибо. Куда обратиться? Надо обратиться в Нотариальную контору. Так. Иногда люди рассуждают так, что если 20 лет назад, или, как сказала телезрительница, давно умерли родители, да? Если они уже ранее что-то оформляли, неважно, то гараж, машину, дом или еще какое-то имущество. А если обращались к нотариусу? Ранее, да. Ранее. Его нельзя передать, перекинуть и тому подобное. Это сделано в избежание путаницы круга наследников. Представляете, что если мы машину в одном месте оформили, дачу в другом месте, там мама, здесь сын, непонятен будет круг наследников. Поэтому наследственное дело заводится одно, независимо от имущества. Так. Если уже ранее телезрительница или кто-то из других наследников обращались и что-либо оформляли, поэтому надо обратиться в ту нотариальную контору, где дело уже заводилось. Хорошо. Нотариус подымет материалы, посмотрит материалы дела и скажет, что делать. Если не заводилось, ничего не оформлялось после смерти родителей, тогда, пожалуйста, надо обратиться в любую, ближайшую, удобную вам нотариальную контору, объяснить ситуацию. С этими книжками? С этими сберегателями книжками, со свидетельствами о смерти родителей, где они были прописаны на день смерти. Это тоже немаловажно определить место открытия наследства. А это какой документ подтверждает? Это любая справка из ЖЭО, сельской администрации, ТСЖ и тому подобное. То есть где был прописан умерший на день смерти. Нотариус тогда пояснит, кто может считаться фактически принявшим наследство, допустим, с родителями, кто-то вместе был прописан из детей и продолжает там, допустим, проживать, имеет место фактическое принятие наследства. Или кто-то, допустим, оплачивая какие-то коммунальные услуги за то, где родители проживали, тоже может являться подтверждением фактического принятия наследства. Те же сберегательные книжки, у кого находятся на руках. То есть там надо уже конкретно рассматривать ситуацию. Любой нотариус это все подскажет. Ну, то есть любой из двух оставшихся детей может обратиться к нотариусу. И они уже будут вдвоем, телезрительница просто спросила, кто будет являться наследниками, если Тро умерло вдвое остались. Они вдвоем будут? Но не надо забывать, кто умер раньше. Вдруг там некоторые дети умерли ранее родителей, тогда их дети, внуки, про что мы говорили ранее, тоже имеют право на наследование. То есть не только они вдвоем. Но там надо все смотреть от срока. Шесть месяцев никто не отменял срок принятия наследства. Это только может уже вытекать из того, что действительно ранее что-то оформлялось. И не надо отрицать, что мы ничего не оформляли. Такое люди часто говорят, мы ничего не оформляли. Но если это было, допустим, 15 лет назад, то люди уже и забыли, что они машину эту продали, которая принадлежала бабушке или дедушке. Тем не менее мы можем продолжать это наследственное дело. Если кто-то что-то забыл, и вот как в случае с телезрительницей нашлись какие-то книжки, мы в рамках того же наследственного дела делаем запрос в Сбербанк, осуществляем розыск денежных средств и тому подобное, если действительно что-то находится, то в рамках того же наследственного дела выдает оставшееся имущество. Ну то есть в любом случае дорога к нотариусу. Однозначно. С этими сберегательными книжками в Сбербанк идти не нужно. Не нужно. Потому что здесь важно выяснить вопрос, заводилось ли наследственное дело. Наследственное дело, да. Хорошо. Я, наверное, успею задать еще один вопрос. Вот все-таки, может быть, он все-таки риторический. Завещание – это не повод для спора, а повод для чего? Сложно ответить прям одним словом. У нас есть минуты еще, да? Я думаю, что все зависит и от качества, и от этических, и от воспитания самих людей, как они это воспринимают. К сожалению, у нас не развито. Как ходить писать завещания, как-то это неудобно. У нас разговоры о наследовании между родственниками. Так люди воспринимают, что я лучше ничего не буду говорить, как уж мама или папа решит. А потом вытекают какие-то непонятные вещи. Поэтому лучше это обсудить, принять какое-то решение, и все будут довольны, я думаю, если взвешенно и обоснованно к этому вопросу подойти. Не надо стесняться на наследственном вопросах семьях. Да, вы сказали, что обсудить, но можно же еще выразить свою волю, индивидуальные тайны, пойти к нотариусу и сделать так, как тебе считает, как ты считаешь нужным. Такова воля. Да, согласна. Как будет завещание. Спасибо вам большое, Лариса Валерьевна, что мы сегодня пообщались и ответили вы на вопросы наших уважаемых телезрителей. Спасибо, конечно, всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за анонсами. Программа «Территория права» обязательно выйдет, и мы также ответим на все ваши вопросы, уважаемые телезрители. Ну, а сейчас будьте здоровы и всего самого хорошего. До свидания. До свидания.